мастерство у городским асяроди и вода и самый сучасный огонь и геронок скульптура и она не претендуя на пафосность альбо монументальность и она не получая демократичная посудности и она просто чакая своего глядача из початку девяносто городская простора могилёва салы дзинам и сародком гэты плене парковой пленерной скульптуры я на ней просто упрогоживание городских территорий а хучей наполнение ассанцевание визначение акценту творог это вельми открыты заусюду вступают у диалог як наша русалочка панад ваду добровенцы а надалей уздов жрачулки лямоста у траве мураве сарам лива стаилы закупальшица якаеш прагажу не а на той бок на супрац леглом березе гудзенью дымцы не вода працарит и пчаленный рой гэту марали гранитного пылу десы творцов спят сикраин свету створают для могилёва каменную каску минавито такую назву обраде дичаргового международного симпозиуму паскульптуры селета прасвеченнага семсот пятидесятью гудзю города и як же не выкарастыць махчымыць дели знаёмства размова створами некоторых аутару ум вилюцу уже наладзиуси диалог а упрочаванне новых минавито на плэнэры и сныя уникальная махчымыць наззираць сам процесс сотвору литерально днуля докладник просто сглыбы что я дрозневая плэнэр от працу мастерами навод для самих творцев здесь ты приезжаешь с сумкой с инструментами и видишь перед собой какой-то блок каменный и ты понимаешь что вот есть он и есть ты и только от себя зависит что из него выйдет и ты от начала до конца с ним сначала как это пока то форма камня вот камень сам какую-то идею до привносит автору давим автор немножко чуть-чуть по-своему и опять отдает а потом какой-то вот обмен вот идет между камнем и и скульптором вот мы играем камнями этими и делаем допустим я же пришел без эскиза я посмотрел на камни и стал думать сейчас это я играю для меня это игра то удовольствие это творчество хоть это и физически очень тяжелый труд а то и пленэр как вот живописи и тут так тут тоже и сюда такие легкие вырваны из камня ожившие из камня почему потому что в камне заложена энергетика стоя который притягивает как бы человека уже тоже как бы живое как организм растет камни на полях посмотрите нет на поле вдруг появляться через 5 10 лет камни полевая валуны и голод и алиотворцы жимая частинка матуле земли и такой торопятливой не просто ягода материалу амай что сакральное ставление тени коронится у самой нашей ефтуры и ментальности для белорусов да для белорусов для прибалтики все-таки ледник он свое дело сделал и он нам оставил вот на память вот эти вот камни поэтому да я тоже считаю что у каждой страны есть какой-то свой материал у нас допустим вот досталось гранит полевой гранит волон и вот этот который очень часто можно видеть и национальная особенность допустим если приглашают в ту же корею там или в тот же китай конечно допустим белорусского скульптора все-таки можно узнать литовского можно узнать грузинского можно узнать все но вот эта школа национальная или может быть в подсознании каком-то она все-таки работает у першиню на нашу пленере гость с китаю мастер джан сен джен назвал свою працу могилю джан джоу все просто навеки не выпадкова бо некольки год мужу а рады по против и для трывалости сковал все просто а литеральный лунцогом а национальную отметность зафиксовал и ролик вами и про всю сучастную унификации свету мастерство мая право на отметность даже в современной да вот здесь я вижу все-таки повесть это вот вот это ровно ну да да руна это это уже наши да как никуда она все-таки так со скандинавии и руна ведь пришли пришли не были в общем я вот недавно только узнал что на нашем национальном флаге вот этого полоска там касса 17-18 рун зашифрована а им три столь на четыре тысячи лет это уже о чем-то говорит владимир пантелею кавида зволить таки вырос а луны оформлянник экстерьеру города а роде утвора не пленеру и удельник шматники дима или овеню першиню для того ж родом с нашего города что и стала в изначальному идеи я все-таки свой я же нужно знать историю свою еще плюс это собственно как бы почему я больше отдал перевесу в пользу этой работы то что я понимаю что вот эта земля она где-то будет или история этой земли она будет созвучна пустой работой которую делал не можно просто дать что от этого лодка времени пора течет до речи усе творцы означают и позитивный момент пленеру меня вита вольность у трактовцы темы в это самое такая самая тема где художник может раскрыться то есть он можно работать и на историческую тему и с витами совершенно вещи но опять же вот как наш скульптор из грузии очень современный подход такой тем требований которые сегодня хотелось бы видеть скульптура джон-гага берешвили мы еще не расплачиваем это имя литерально от всех удельников симпозиума болтворы джона маять гонор медь на усих континентах отрутнулся знаками ты творца и на запрошение с беларуси за довольнением всегда процесс это это счастье для для скульптуры когда процессе находишься каждый симпозиум это счастье для художника когда я приехал как раз я увидел природу здесь все камни как валяется и и это характерно для камня и так как камень свободно чувствует себе конечно бывает мегалиты тоже но есть такое решение здесь есть следы следы воды на камне вот идет волна переходит на другое так как вот на время древние придет отсюда потом идет правильно это переходит то же самое так и старался сохранить самобытный язык камня и еще диалог камней подходишь они камни сам себя диалог составляют и когда люди зайдут внутри тоже диалог состоится и начинается дискусс между камнями и людьми и супольные братцы на пленеры отзначая слабо ты мастер так сама диалог текавы у самой розности концерты школ поколений вот как раз в этом в этом процессе когда мы вместе все для них это очень хорошо и для нас тоже потому что молодежь иногда как прижечь сотворить что гады с которыми не думали и для них опытные люди очень очень важно потому что опыт когда имеется и свою силу сергея кредюка самого молодого удельника планеру не так легко спровоковать на размову заданности и отказности недавнего студента академии и он им кнецут и мовать камень к боже твором уступить у диалог майстров працючих тут и волосы шматстатности жанру совершенно верно да они они все разные да по своему содержанию тематики по форме композиции да это это однозначно интерес особенно мне вот да молодому скульптору дать и получаться и у кого-то чему-то поучиться можно да у кого-то до копыть как это там набраться да где-то что-то всякие нюансы сергей мгилевиц шляхты на витага юнака наша другая школа с архитектурно-мастацким ухилом минский калеж мастацтву имя хремчика и академия мастацтву и артанью мугилев працы присвечены родному городу рыба остыли лев як строма днепра некой узрос мгилев зля домы сегодня усим знаком ратушей летками пабачили твор уже на призначенном месте у парку под меколе який только на раджается и тут же звернули увагу не еще одно прасвячение я еще одного мгилевского скульптора дешев так бы мовится знамом остатка гнездишься литарально заодно школы али не шукается подобенства скульптура это каждая на творческая работа то есть она не преследует какой-то концептуальной идеи каждый делать свою интересную задачу решает ну во первых девушка это всегда приятно делать ну мне нравится ну и как привязка к истории города как раз день города а потом купали будет ну такой праздник купаловская ночь вот девушка пришла на берег днепра там может веночек пустить может сплести его ну такой может место такое будет что вот встречаться вы уже зленин 3 лишь разное то есть ну как построить для одного человека это ерунда какая-то многие даже пожилые люди приходят и интересуются то есть ну я удивлен даже что вот так вот кому-то все равно мимо проходит а у вас олега ковалева киров цукрана тут на пленеры меня помыли дачу мне лежит худший соудельником с аутором да и самому сподобается мрачу не нравится нравится работать хорошие ребята знакомые лица для нашего города старается ну и я как бы укладываю свою пассивный уклад в эту работу помогаю ребятам как могу скульпторы а стропить как-то уже них не очень получается приходится помогать им ходе застропить правильно показать уже научились молодцы уже уже вторую неделю с ними они уже стропят самостоятельно уже все делаю они старые творческие работники было просто ко мне до целый день мы их разбрасывали тайвай день мы разбрасывали делали бурака мне сейчас конечно же есть на что посмотреть есть на что посмотреть а вот некоторые ходят и говорят день пускай ходе пускай ходят деньги пускай ходят вольте хочу день и не подвели пускай ходят варяду деда дружище вы не говорили ну а это ж красиво торг на века и а после засилия идеологии нечеканная высветлилась и оценилась и принялось и людьми что скульптура это не только звыкла и бронзовая статуя на гранитных постаментах аллея уникальные пластичные объекты сдольные гармонизовать с формами архитектурными и с асяродзем и могилю в этом сэнце уникален принялся у беларуси только у нас планы рэпо скульптуры можно казать традиционно хотя печена тысяча девяносто рукова года засталось и не шмат не долговечный материал древа алле у камни хотя и творы стали патрыбную городу и его же храм не только як орнаментально забавляльные элементы урбанистичной студенности я не зашли спида сталу и азначили место где не уловный дженни услуги и не место становится видовошным у городских скверах и парка их творцы коле доводится заветать суд из новыми идеями як зараз григоры султан с молдовы отшиваются же знамя праздник повесть и вот когда проходишь мимо своей работа какие чувств но это приятно скульпторов есть вот это такая сторона не знаю даже как его правильно назвать наши же работы под открытым небом их люди видят и когда солнце на них светит и когда дождь идет и когда зима и они же подписаны и имя наши как бы живет и будет жить дальше дольше нас так вот я просто у меня задача только как вы даже в своем творчестве немножко избавиться от реализма уйти так скажем более абстрактное искусство допустим вот я сделал эти стулья за эти камни вроде такие хаотичные за все и и два просто среза будет отполирована тут цвет есть красный цвет и этот красный под тем камнем будет подставка красная и будет 20 это правда черный и красный почему не назвать просто от того что вот мы видим черные красные это таинство зигзагообразные наша дорога жизни да вот все это считаясь как-то намеками как я всегда говорил даже когда делал возвращение волосы на беру намеки должны быть в каждом произведении должен быть номер у любым выпадку як ли широкого кола глядачу так и для досвечных аматору яки усведомляют суперышливать зял у сучасном остатки увы не к симпозиуму есть прадмет роздуму нехта створяю абстрактные образы для и шах основой творчого пошуку стал юмисты выразный символ яки родниц подобного рода пластику с мовы объемного дизайну для третьих основы творчих а святопогляду застает реализм вот так как у нас тема сказки камни да поэтому я решил посетить такую работу которым и понятно и взрослым и детям ну она будет тоже не так просто разбирать и расскажем что я заложил такую тему связанную с водой нашим днепром как бы название днепровская ракушка санта ну скажем и ракушка и не ракушка с фантазией со своей определенным сейчас не знаю как она получится в конце я думаю что получится поэтому там будет и вода это может какие-то растения может быть на эти водные тяну то есть такая своеобразная стихия скажем который живет и человек и ракушкой корней алексею старышном велеской скульптуры алия про усея данности школе не просто его образа трамался и як заправдная творца и он не отмоляет пошуку на этом плане и уже много формальных композиций скажем такие которые декоративные если из которые вообще относятся как бы к чисто к среде просто взяли камушек ну вот там можно делать что угодно в нем и он вы смотрится потому что камень он уже сам по форме уже работает а когда на них хоть какое-то изображение небольшого на рассе был там пусть будет тоже он будет смотреться горинч паек сербия и асчетно слава это имя усвете сучасность культура в печенье у беларуси у дзенники пленеру зразумела знайомы зяго вышуками по каталогах и пабликациях не хавают свайгу захопление от смелости думцы узносины с формы и тут на могилевском симпозиуме а лишь и горан шире до коллег досы размене искусств досы изразумела ли дозвольте проклад сэрс ва у заему с бахачэнем астатства камень однольковый а легкожный укладая свою идею весь обручтва и зараз и а пасля завершение гэта рады и упоразумение творцу и у неподобенство творцы разных краяну кладают заправцу свои эмоции и колен с добро и покидают свыше мама много чему до причем обездано за уметность для нас горн шпайк покинул крышталь як символ долгой суперечливых складанных историю города и як заклад оси пероможны эмоции веры у буду чин кристаллизации кристаллизации такой сезон кристаллизации как и история процесс долги и я покинул его на волю камню приставить как я и визуализовал задумку вашу историю работа скульптора она обычно в знаете индивидуально то есть сидишь в своей мастерской один и работаешь то когда все-таки ты попадаешь в некую компанию такую всегда черпаешь множество информации ведь я например вот познакомиться с гороном я его не знал никогда увидел его работы там в каталоге и просто поразился что какой мастер приехал к нам или тот же джон из грузии приехал тоже очень известны всемирно известны скульпторы конечно их к их словам очень прислушиваешься да они какие-то секреты свои выдают сергей сотни купила русский мостать и скульптор добрыми дома и замежем икраины накладая у витебском университете имя машерова али удел у планер а у мужчины уже четвертый лиджи с каштонностью для творца мне нравится и абстрактная пластика нравится и символические какие-то вещи такие которые несут какой-то более понятный смысл но всегда достаточно глубокий философский но понятны людям и в этом и есть смысл конечно любая скульптура должна человека заставить задуматься именно витасюль это дима гилёва бой сам и он похоже нет нашего города пропонавал уластное катыш на символичное его уявление у меня по идее было по эскизу рыбка несущая города как некая такая чудо рыбаки туда такая вот как некая вселенная камень нес кое-какие корректировки и пришлось уже сделать и работают я называл ее и днепр потому что она вот плывет между но в городе плывет там ниже домики здесь повыше домики как и в могилёве есть более высокий берег низкий берег да это свойственно днепру я не знаю как я назову в итоге и и ну была такая идея что ночной город назвать эту работу потому что все-таки получилась она достаточно темная такая рыба как аллегория ночи такой вот которая поглощает этот город и вот некоторых домиках есть окошки светящиеся то есть у кого-то горит огонек еще да но в целом это как будто бы ночной город вот а рыба эта ночь аллегория ночи такой ну вот это точно она посвящена могилёва потому что вот этот город это такой вот стилизованный могилёв в моем видении вот и я посвящал эту работу именно городу могилёва я решу усе скульптурные просвещения города все литую пешенью разместились и на одной парковой территории и этим можно с патриотичным запалом хоть помарить об парку скульптур дальше пешим у беларуси конечно это может быть началом если например проводить даже раз в три года этот линейр и обогащается время вот этот парк то это будет прекрасное туристическое место и ай посудности чем адрознивится парк скульптур одолаз на парку с разумела что без учасного города звычайный парк мая великое значение богатым есть от починку а лишь парк скульптуры это ся родина наполненная еще и эстетично выховал чем с места конечно конечно и я например всегда за то чтобы еще а скульптуры были такие близкие людям я например вот эту скульптуру попросил чтобы вы поставили пониже ну чтобы она не на такой высоте стрела два раза ниже чтобы дети могли забираться на спину потому что я потрогаешь она теплая гладкая и так и хочется вскарабкаться и посидеть наверху и почему бы нет ведь это же камень и с ним еще не произойдет он возможно силы придаст пик что еще что-то энергетику какую-то да я ведь тоже работал и может быть от меня что-то исходило в камень входило в может быть таким вот образом и скульптуры будут работать самое главное если они размещены хорошо тогда да если есть ну правильно внимание к тому как они поставлены и когда есть информация что за работа что за кто автор и зачем она находится тогда это вообще замечательно игорь зимович ведомый белорусский скульптор працует переважно у жанрах монументальный парк скульптуры сиротинжига аутер символу помняку слинным сына батьковщины а у могильове ягуб волотбик с пленеры 2005 и селита не отхилился от темы я наверно как-то подошел к теме совсем глобально я делал просто сотворение мира уже ну вообще ну может быть так тоже интересно просто я увидел камень я ходил возле него несколько дней и наконец понял что здесь будет интересным сделать сотворение мира вот и все если бы камень был другой формы было бы наверное другая работа и особливо подкресливая скульптор пленерный дух творчестве ну как это ну как как в музыке это собраться играть джаз это что-то импровизация то есть что-то свободное вольное на такую тему всегда хочется что-то интересное ответить подойти не традиционно к вопросу и вот часто от этого и праздник на пленэрах получается айду и пешиха парку скульптур минавито тут для дом и столичный мастер потремал захватывание воду рад буду рад если еще продолжение будет туда к выходу к воде потому что чем больше простора тем интереснее работа выглядит скульптура должна быть спускаться со всяких высоких постаментов когда она находится в парках и чтобы люди могли контактировать даже если она непонятно чем-то она интересна тем что как это вдруг сделано интересно вот тут я не собрал ты пропанует дал узле дачу и не так важно быть до свечи на взнауты до разбираются в мастерстве головная свобода как человек был открытый тады двор раскрыется мастерство это же сфера якая находится помишь розумом и душой и окне сдается мастерство треба и не столько разумеет кольки отчувает приглядеться прислухать